ребята мои хорошие всем привет всем здравствуйте очень хочется сказать что вы со мной в америке но я знаю что это не так и многие находятся далеко не там где мы все хотели бы чтобы мы были но так есть я знаю что очень много людей сейчас просто ходят под всеми роликами для того чтобы написать какую-то гадость не для того чтобы зайти посмотреть обязательно нужно чтобы мы высказали свою позицию я не буду полностью долго распинаться моей позиции если кого-то интересует конкретно моя позиция зайдите пожалуйста у натальи фальконы от 3 марта вышел стрим на полтора часа вот она там очень хорошо я готова подписаться под каждым ее словом рассказывает свою позицию так сказать кухарки натальи фальконы вот я тоже самое человек не политический кухарка ирина якут абсолютно согласно под каждым ее словом это кого если интересует эта позиция потому что многие просто заходят для того чтобы потом тебе написать что ты или не так улыбнулся или что это у тебя за ухмылка надо чтобы в твой дом к тебе в тамбов прилетела бомба тогда ты поймешь ну вот как бы простите всех кому сейчас тяжело и давайте не будем писать всех вот этих вещей вот хочется какой-то островок тепла кто-то обижается на то что если я начинаю говорить что посылки в россию все еще идут для украинцев видимо это очень тяжело и они просят замолчи не не говоря об этом вообще ничего туда не посылай но я делаю для своих заказчиков у которых у меня очень много ваших заказов посылки в россию идут вот но главный вопрос сегодня не в этом я просто пока хотела вот вам сказать сегодня попали в москву посылки которые несколько дней лежали в лос-анджелесе во все остальные страны конечно кроме украины посылки естественно летят без проблем каким-то образом мы найдем с вами способ ваши посылки доставить я всегда на связи и кстати вы просили меня чтобы я дала какие-то другие свои контакты на тот случай если закроется youtube но я так думаю что у всех остается мой телефон ватсап то есть он на телефон как бы отключен вы мне на него как на телефон на сотовой позвонить он находится со мной в америке он отключен на нем только подключен ватсап то есть смс сообщения на него не проходят но ватсап не всегда написать сможете и на всякий случай по вашим просьбам я открыла telegram канал но я не собираюсь там делать никаких публикаций это просто на тот случай там единственная первая публикация что я по вашим просьбам этот канал в telegram открыла и вы там сможете комментарий свой написать если у кого-то какие-то вопросы будут не собираюсь там никаких публикаций делать это на тот случай чтобы мы не потерялись чтобы вы меня не потеряли если вдруг я вам буду нужно то там вы мне написать сможете вот А сегодня в преддверии праздника, 8 марта, это очень тяжело осознавать. И мы, в принципе, кто-то может сказать, что помоги чем-то другим, помоги деньгами. Поверьте мне, я нашла способ помочь семье конкретно, точечно. Я не хочу распыляться, например, через какие-то организации, отправлять им деньги. Мне вот это не нравится, я для себя нашла способ, как я могу конкретно людям помочь. И меня это устроило, потому что мне некоторые пишут, Ирина, прими участие вот здесь, вот здесь. Я не буду, ну, как бы отправлять от каких-то там областей, посылки собирают. Я для себя, ну, как бы уже приняла, сделала выбор и сделала эту помощь. Но поскольку 8 марта все-таки надвигаются, девчонки, никого не хочу обидеть, ко всем с уважением, но я хочу сделать подарок. И я не знаю, как мне это сделать. У меня главный вопрос для вас. Подскажите, напишите, пожалуйста, потому что иногда бывают у вас такие хорошие мысли приходят, и вы можете мне подсказать, как это правильно сделать. У меня есть подарок такого характера. Я, конечно, понимаю, что мне многие пишут, Ирина, ты что, серьезно думаешь, что сейчас нужны кому-то часы и сумочки? Да не переживайте вы за меня, там кто-то злорадствует, бизнес накрылся. Допустим, горит синим пламенем этот бизнес, лишь бы все вы были здоровы и живы. Но я, тем не менее, хочу сделать вот такой вот подарок. Это часы от Джевро. Они, ну, довольно-таки дорогие. Сейчас я вам все про них расскажу, а от вас жду... Так, ну, здесь коробочка документа на них. От вас жду совета, как мне поступить. Потому что я всегда делаю подарки, вы знаете, на 8 марта, на Новый год. Но в этот раз сделать просто рандомным способом выбрать победителя, так сказать, выбрать чей-то комментарий и подарить. Как-то я считаю это неправильным. И поэтому у меня к вам просьба. Подскажите, как это сделать? И я знаю, что кто-то напишет, что помоги деньгами кому-то, кому так плохо. Я не против помочь деньгами. И я для себя этот вопрос определилась, как сделать. Но поскольку это 8 марта, и в окопах во время Второй мировой войны находили способы как-то поздравить женщин, кому, может быть, был бы этот подарок приятен. Не знаю, может быть, вы меня, конечно, и заругаете. Неправильно это будет. Но тем не менее. Вот такие вот часы. Они стоили на день, когда мы их заказывали, они стоили 334 доллара. Сейчас они там 560 долларов стоят на сайте Jomashop. Я вот сюда сейчас скрин сделаю, чтобы вы увидели. Это часы от Jevro. Вот такой вот ремешок у них из натуральной кожи. И он вот такой вот красивый принт имеет. Цветочный весенний принт. Хотелось бы, чтобы он кого-то порадовал. Вот, потому что, ну, кто-то себе не сможет никогда такие часы купить дорогие. И поэтому давайте, помогите мне сделать кому-то подарок, кому это будет приятно. И как это сделать? Смотрите, он вот такой вот здесь вот камушки. Наверное, нужно раскрыть эту пленочку. Наверное, вот так будет лучше их рассмотреть, эти часики. Вот, смотрите, у них вот здесь вот бриллиантик вот на 6 часов. И по два рубинчика на каждом, на каждом часе. Вот такие вот это часики. Давайте сделаем кому-то приятное. Давайте у людей будет надежда на то, что хоть мелкие какие-то радости в жизни, но могут с нами случаться. Никого не хотела обидеть этим роликом. Наоборот, хотела сделать приятное. Ну, вот такой выбрала для себя способ. Конечно, доставка мной оплачена будет, как и всегда. Если я делаю подарки, то доставка всегда... Я придумываю, как ее сделать. Единственное, что может быть не сразу будет получаться доставка. Ой, чуть не уронила. Вот, но тем не менее, значит, они побудут у меня, и доставка будет чуть попозже. Вот, а у меня к вам просьба, пожалуйста, напишите свои мысли, как мы можем сделать такой подарок. Пусть кому-то хотя бы будет приятно. Вы себя, конечно, берегите все, пожалуйста. Очень сильно себя берегите. Я всех обнимаю. Всем только добра, всего доброго, мирного неба над головой для всех. Всем всего доброго. Пока-пока.